Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о работе со сводными таблицами. И первое, что мы с вами обсудим, это с какими данными мы будем работать. Во-первых, это у нас есть торговый дом, количество штук, партии, наименование товара, города Московской области, стоимость закупки, даты и магазины. Итак, первый пример, который мы рассмотрим, у нас есть данные для построения, организованные в виде списков и столбцов. Как вы видите, по столбцам у нас идут даты, строки, продукты. Именно такого формата данные позволяет нам быстро и креативно организовывать построение сводных таблиц. То есть мы встаем на ячейку с данными, заходим в ставку, сводная таблица, выбираем ячейку, откуда у нас будет установлена сводная таблица, и у нас показана сводная таблица с ее именем и названием. Далее у нас есть четыре поля сводной таблицы, то есть фильтры, столбцы, строки и значения. Для того, чтобы понимать, в какое поле именно нужно переносить значения, нам необходимо знать, что в строке и столбце мы переносим значения, которые нам необходимо сравнить. В фильтр мы можем переносить значения, которые нам нужно отфильтровать. И, соответственно, значения мы можем переносить, значения, которые можем посчитать. Далее нам необходимо построить сводную таблицу. То есть мы выбираем город, переносим его в значение, так как нам его нужно сравнить. Далее нам необходимо поле стоимости перенести в значение. И у нас получится сводная таблица, которая автоматически просуммирует данные по каждому городу в сводной таблице. После чего мы можем сделать сортировку по убыванию и получить максимальное значение наверху. Двойным щелчком по полю сводной таблицы у нас появится детальный отчет, как именно была сформирована данная сводная таблица, на основании чего. Далее мы присвоим имя нашей базе, чтобы каждый раз не бегать на первый лист. И в дальнейшем будем использовать имя база при построении сводной таблицы. Переходим ко второй задаче. Вторая задача у нас заключается в том, чтобы определить продукт с максимальной стоимостью. Мы заходим в сводная таблица, выбираем наше имя F3 база и выбираем поле, откуда у нас будет строиться сводная таблица. В данном случае это поле B7. Окей. Выбираем продукт, переносим его в строки, так как нам нужно его сравнить. Далее выбираем цену и добавляем ее в значение. После чего мы определили, что у нас продукт с максимальной ценой. Это каша гречневая, весовая. Теперь убираем максимум по и видим, что максимум это у нас по цене совсем другого продукта. Просто суммарно, да, каша гречневая покупалась больше раз. Третий пример это какой процент продаж от общей суммы продаж составляет у нас лимонад. Мы также строим сводную таблицу, в строки переносим продукты, а в столбце соответственно выставляем стоимость. Далее у нас есть специальные дополнительные вычисления в сводной таблице, которые позволяют определить процент от суммы. Да, и так далее. Здесь много модификаций, в данном случае мы определяем только процент. Итоги лимонад. Отлично. Теперь ставшая постоянно рубрика лайки-дизлайки. Поставьте, пожалуйста, лайк или дизлайк под этим видео. Посмотрим, как в принципе они заходят. Следующий пример это составление таблицы с добавлением специального поля. То есть нам известно, что цена складывается из себестоимости. Себестоимость изготовления, да, или добычи продукта у нас 70%. Поэтому мы можем добавить поле с себестоимостью. Мы заходим в анализ, вычисление, поля, элементы, наборы, вычисляемое поле. И здесь пишем название поля, себестоимостью. Далее нам необходимо написать формулу. Цену умножить на 70%. Тем самым у нас получится себестоимость продукции. Окей. У нас добавляется поле, поля сводной таблицы. И его также можно сравнить, допустим, с ценой, чтобы было более наглядно. То есть мы поставим один столбец себестоимости, а второй цена. И у нас рядом появятся два столбца, которые покажут наглядно за превышение одного на другом. Также поле сводной таблицы можно удалить. Для этого мы также переходим в сводную таблицу, поля, элементы, наборы, данные, удалить поле. Следующий пример, который мы с вами разберем, нам необходимо показать количество продаж за временной интервал. Для этого в сводных таблицах у нас есть специальный инструмент, который называется «Временная шкала». Первая неделя – это с 1 по 7 июля. Выделяем справа фильтр, ставим «Дни». Выбираем 7. У нас получается за первые 7 дней было 24 874 рубля. Далее нам необходимо определить за месяц. Выбираем месяц, июль, допустим, и здесь ставим месяц. И также можем определить за год. Для этого достаточно справа выбрать годы, да и у нас получатся годы. Отлично. Также мы можем создать отдельный отчет по каждому магазину в разрезе «Продукт. Количество». То есть в строках у нас будет «Количество», а в столбцах у нас будет «Продукт». Для этого необходимо сделать «Продукт», выбрать «Количество» и поле «Магазины» перенести в фильтры. Дело в том, что когда мы переносим значение в фильтры, мы можем разбить эти фильтры по листам. И в дальнейшем нам будет очень удобно с ними работать. Мы заходим «Анализ», «Сводная таблица», «Параметры» и «Отобразить страницы фильтра отчетов». У нас получается магазин. Добавляются 4 листа с каждым из магазинов. Так, в котором у нас отфильтрован данный магазин. Это будет очень удобно, если листов будет, допустим, 10 или 20. На этом все. Следующее видео в среду, 18.00. Напишите комментарий с одним или несколькими ключевыми словами. Сводная таблица, сводная таблица, Excel. До следующей среды. Субтитры создавал DimaTorzok